Так, дальше. Это следующий уровень, шестой. Это план, широкомасштабность, интеллект-карта. Что такое интеллект-карта? Я думаю, знают все наши слушатели и те, кто нас сейчас смотрит по своему экрану. Но для тех, кто, может быть, немножко подзабыл, я напомню. То есть, дальше. План, широкомасштабность, интеллект-карта. Как это делается? Это делается так. После того, как мы определили стратегическую цель смарт-диска, мы берем большой лист бумаги и чертим кружочек, в который вписываем цель. Цель, вот ту самую цель смарт-диска. Теперь собственник или руководитель, или тот, кто отвечает за стратегическое движение, за главное движение в компании, это в основном его работа. Хорошо, если он это делает вместе со своими ближайшими топами, задают себе вопрос. Вопрос звучит так. Что мне необходимо для того, чтобы я достиг вот этой цели? Что мне необходимо? Так как я собираюсь достигать эту цель, то что мне необходимо для того, чтобы достичь этой цели? Ответ обычно приходит. И тот ответ, который приходит, мы записываем его вот в такой ромашкой. Вот такая интеллект-карта – это способ думать или способ мышления. Интеллект-карта – это просто визуальный способ отображения логики или мышления. И в данном интеллект-карты бывают разные, но суть и смысл у них примерно всегда один и тот же. То есть в центр рисуется самое главное, и дальше ответы или части мы рисуем по кругу, присоединяя. И то есть еще раз, цель смарт-диска мы нарисовали в центр. И спрашиваем себя, что нам, мне необходимо для того, чтобы достичь вот этой цели. Ответы записываем. Необходимо вот это, 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 необходимо вот это. Дальше мы себя спрашиваем, это, кстати, коучинговый инструмент, называется шкалирование. Мы себя спрашиваем, если у вас есть коуч, то вам помогает делать это коуч. Спрашиваем себя, насколько по 10-бальной шкале я уверен в том, что если у меня будет вот это, вот это, вот это, вот это и вот это, я достигну вот этой цели. Ответ приходит, допустим, на 7. И тогда мы спрашиваем себя, что мне необходимо добавить для того, чтобы моя уверенность того, что я достигну эту цель через год, была 8. Ну давайте 9 сразу. И ответ приходит, то есть необходимо еще вот это. Это 9, ну а если еще и вот это у меня будет, 10, ну тогда уже точно 10. И мы этот ответ, что мне необходимо для того, чтобы я достиг вот этой цели, записываем. И у нас получается вот такая ромашка. Дальше. Следующий уровень дерева цели, 7, он выглядит так. Проект шаги по достижению плана. Вот смотрите, если сейчас, когда мы смотрим на вот это, то, что мы себе ответили и записали вот сюда, у нас запускается последовательность шагов, последовательность запускается, что нужно сделать для того, чтобы этого достичь, то тогда вот эти шаги, это и есть проект шаги по достижению плана. Что такое запускается? Вот можно я проиллюстрирую это на очень простом примере? Давайте мы с вами договоримся, что на этих выходных, а сегодня у нас четверг, мы с вами втроем поедем жарить шашлыки на берег моря. Это цель. Вопрос. Запускается ли последовательность шагов, которые нужно сделать для того, чтобы достичь этой цели? Нет. Ну, плюс-минус запускается. То есть понятно, что нам нужно, а, вначале договориться о месте, потом договориться, кто купит мясо, ну, то есть, как бы, да, потом мы туда приедем, на каких машинах договоримся, потом мы разожгем мангал, а потом пожарим шашлыки. Но это точно в действиях не то, что мы вначале пожарим шашлыки, а потом туда приедем. Или не так, чтобы явно было, вначале пожарим шашлыки, а потом разожгем угли. то есть логическая последовательность строго есть вначале мы делаем вот это а потом происходит вот это и из и заметьте она разная то есть у всех запустилась разная логическая последовательность шагов но а есть последовательность и плюс-минус они все совпадают у нас у всех у троих плюс-минус так вот если последовательность запускается то тогда мы имеем уровень следующий уровень проект шаги по достижению плана если последовательность не запускается допустим нам мы хотим цель мы хотим через месяц втроем заработать 100 тысяч долларов запускается ли последовательность последует как мы это будем делать вот она не запускается и тогда вот то что она не запускается если мы смотрим вот сюда и последовательность не запускается то мы задаем себе вопрос что нам необходимо для того чтобы достичь эту цель и ответ это новая ромашка и если вот это запускается последовательность тогда мы имеем мы переходим на если не запускается мы снова ее дробим что нам необходимо для того чтобы сделать это в процессе вот этого возможно некоторые вещи схлопнуться уберутся или перераспределяться но мы снова и снова задаем себе этот вопрос пока мне выйдем не выйдем на уровень но вы не выйдем на уровень автоматического запуска какой-то вот такой последовательности и вот это это и есть план широкомасштабность интеллект карта крупный на все действия которые делаются будут делаться в компании в течение года для того чтобы достичь ту цель которую мы себе поставили на что то есть на что то нет то есть это можно фиксировать сейчас много электронных программ но такие как x-mind и remind mind которые позволяют вот эти интеллект карты рисовать что здесь можно и много 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 вложенности всевозможных разных делать визуализировать и это позволяет то есть если мы вот к этим вещам будем добавлять картинки красивые симпатичные не поленимся это сделать это лошадь если мы картинки вставим то это будет продуктивнее потому что здесь во многом мы подключаем наш визуальный мозг на для поиска решения этих задачек не логический а визуальный он значительно глубже ну и наконец то есть восьмой уровень это уровень задания конкретного задания шаги по достижению шага проекта то есть это вот конкретно что вот мы для это уже уровень очень 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 конкретный очень конкретно